судный день это начало или же конец на самом деле судный день это не конец это начало начало вечной и постоянной жизни но вопрос в том жизни блаженной полный удовольствия и отдыха либо же жизни мучений человек переживает за свою жизнь четыре этапа жизни первую утробе своей матери второй этап это в этой жизни третий этап это этап загробной жизни и четвертый последний этап это жизни после воскрешения все предыдущие три этапа жизни человека являются временными и один из этапов его жизни это второй жизнь в этом мире является его подготовкой является его залогом успеха в будущей четвертой жизни судный день всевышний аллах субханного тааля в куране увещевая людей предостерегая их от наказания судного дня он говорит о люди бойтесь вашего господа поистине сотрясение судного дня является великим в тот день всевышний аллах описывает состояние людей для того чтобы приблизить им максимально понимание ужаса того дня он говорит кормящая мать забудет про своего младенца а всякая беременная женщина она от страха потеряет свой плод люди будут пьяны но они на самом деле будут не пьяны а наказание которое будет уготовано для людей которые ослушали всевышнего будет великим всевышний аллах субханного тааля предостерегают верующих от того чтобы они оказались судный день среди потерпевших убыток эта жизнь в которой каждый из нас с вами пребывает это шанс и возможность шанс и возможность преуспеть в будущей жизни всевышний аллах говорит тому кому будет дана книга в правую руку книга деяний то этот человек возрадуется и будет говорить людям читайте мою книгу а тому кому книга будет дана в левую руку то он скажет по если бы я не получал эту книгу потому что это приговор тому кому книга будет дана в правую руку это означает что его благие деяния перевесили его дурных деяний а тому же кому книга будет дана в левую руку это означает что его книга дурных и злых деяний перевесила книгу добрых деяний и следует сделать вывод из того что было сказано о мусульмане о постящийся месяц рамадан и оставшиеся последние дни это шанс шанс каждому из нас приобрести милость аллах заработать его довольство и в судный день прийти будучи готовыми собрав огромный багаж благих деяний всевышний аллах каждую ночь месяц рамадан освобождают людей от огня используйте эти последние дни и ночи месяца рамадан с пользой чаще и много взывайте к аллаху о прощении о том чтобы он дал каждому из нас стойкости на этом прекрасном пути и просите аллах о том чтобы вам книга ваших деяний была дана в правую руку судный день это не конец это начало начало радости верующего и начала горечи и настоящей печали неверующего пусть аллах субханаху талия убережет каждого освободит от огня и ведет в райские сады